от куба и вот разделим на три части то вот эта часть будет говорить нам о равновесии между этой частью и этой частью животного здесь боли нет то есть вот этой боли не должно быть и в данном случае здесь позвонок и 5 соответствующий ну и в данном случае, если мы с вами опять же исследуем здесь почки напряженные, значит напряжение на шее с одной стороны, с другой и вот здесь как она лежит, посмотрим, где же плечико выше и напряжение на поясничье обязательно присутствует и в грудном отделе и вот здесь если взять и посмотреть сонные артерии то вот здесь вот отечная сонная артерия это говорит о том, что Ане нужно посмотреть еще молочную железу и личную то есть в таком состоянии то есть здесь хоть девочка молоденькая, но формируется фиброкислозное организование но опять же за счет того, что Ань, перевернись на живот но ты не обращай внимания, потому что я знаю, как это решить и вот здесь вот лопатки провели и обратите внимание к человеку, кстати это вот почки тоже, освобождение волнение конечно, и это, но ведь не все сразу потеют от волнения здесь тоже вот нужно рассматривать ситуацию если бы проблем почек не было, то вот это поте не должно быть а это пятна после того, как мы нададим а это она прикасается, когда сидит, очевидно, от кресла или от стула но вот здесь вот, если мы с вами возьмем вот эту часть то вот эта часть как раз тоже принадлежит почке то есть вот эта вот напряженная боль она присутствует всегда, когда с почкой то же самое и здесь же выходит как бы нервный волокон, который нервирует молочную железу но вот с левой стороны ярче потому что это коррелирует с отеком сонной артерии и такой же отек в паху то есть на верхнем трете и вот это все, обратите внимание вот боль, да, Аня, чувствуешь ее? вот здесь тоже, это помощь и точечка и здесь а дальше смотрим, мочевой пузырь здесь есть? боли нет? то есть просто щекотка но щекотка, это тоже предвестник боли и вот здесь, если смотреть то вот этой болезненности посредине икронежной нервы не должно быть здесь нет боли а вот здесь смотрим где боли чувствуют? ну, одинаково, то есть как бы не выделяется? ну, здесь яркая такая проблема если бы еще чуть-чуть то это было бы осветилось то есть пока что все остановилось на шее, на пояснице здесь еще ярко не дошло а вот эта розинка как называется? хератома хератома то есть хорошо, например, три дня посидеть на соли шесть раз, да? тут не шесть раз, тут и сода, и хорошо бы, конечно хератома а здесь-то вот как раз вы пропили три литра если не ушло, значит перерывчик еще раз хератом мне дольше придется пить потому что попилома быстрее реагирует, а хератома гриб более устойчивый а если человеку не полностью отпастся Олеся, ну какая разница? это все равно одно и то же удобрение а он чуть-чуть не будет подшелудочную жилинфологию знаете, у меня просто у отца такие вещи были они вот сначала появляются как пятна потом они потихонку начинают как в бородах приподниматься потом так, и уходят в обратные последствия у меня отца под подмышками грозди прям были это полотенце это полотенце это припиток а потом вот они стали такими пьянами а смысл поколений? надо же ему пьянуть они на нос дело в том что оно и